Привет, друзья! Посмотрите на эти яйца. Это яйца из одного курятика. Смотрите, какие размеры. Вот это да, вот это да. Вот смотрите, разница, да? И вот это яичко. Что это было? Что это? Всем доброе утро! Доброе утро, друзья! У меня ещё голос не прорезался. Сегодня 9 февраля. Вы находитесь в Провансе вместе с Провансалочкой на моём канале. Я всё наблюдаю за своей мимозой, начнёт ли она цвести, потому что вот эти веточки явно немножко подморожены. И посмотрите, там вот уже с той стороны, уже вот смотрите, веточки такие пушистенькие есть. Это вот так вот по-настоящему цветёт мимоза. И я искренне надеюсь, что всё-таки её не везде прихватил мороз, и она нас будет радовать ещё очень долго. Камелия моя почему-то, именильная моя камелия, в этом году ей уже 9 лет. Я её уже один раз очень стригла сильно. Ну вот, бутонов очень много, но она очень с большим опозданием, по-хорошему, она должна цвести именно на мой день рождения. Вот, надо, наверное, мне поехать купить удобрение для неё, немножечко пробустировать. Ну, посмотрим, когда это будет. Я в магазин пока ещё не собираюсь. Сегодня я сейчас позавтракаю. Вот, взяла яйцеварку. Сейчас сварю себе два яйца в смятку, давно не пробовала. Домашних яиц я имею в виду. Потом мы с мужем, у меня премьера в 10 часов. Потом мы с мужем пообедаем. И я, наверное, займусь сегодня цыплицей. Вот такие дела. И всё, что буду делать по ходу дня, я вам покажу. Я решила себе сделать два яйца в смятку, девочки. Чтобы вы понимали, хочу вам показать размер яиц. Вот это вот обычное яйцо, да, это вот у нас от чёрных курочек. Чёрные курочки, они никогда не несут очень большие яйца. А вот это вот уже яйца, понимаете, кони я их называю. Конские яйца, прикиньте. Вот, это уже, вот эти яйца, это от белых курочек. Вот эти вот, допустим, они уже такие, ну, я считаю, нормальные по размеру. А вот два яйца мне попалось, ну, это же вообще, гляньте на это. Вот это яички, как говорят. И вот, что я нашла сейчас в холодильнике, где муж складывал яйца. Вы смотрите. Яйцо, гильза какая-то. Вот я не знаю, то ли это молодая курочка выдавила первый раз, то ли это курочка, которая стареет. Хотя у нас нет ещё совсем старых кур. Они у нас ещё все в таком возрасте, что только им, как говорится, рожать и рожать. Золотые яйца. Поэтому вот такая у нас получилась яичная история. Ну, вот я вернулась на круги своя. Посмотрите, это моё чудо стоит, потому что я же завтракаю. Одновременно я смотрю свою премьеру. В телефоне я вам отвечаю тоже на комментарии. Девчонки, посмотрите, какие яйца. Не, ну, это всем яйцам яйца. Гляньте на это. Вот это я понимаю желток. Их там два, потому что оно размера очень-очень большого. Всем приятного аппетита, кто ещё не кушал. И оставайтесь со мной на канале. Я буду очень рада этому. Ну, что моя девочка. Тебе дать тоже посмотрите. Ну, короче, мы с Мегей завтракаем. Как всегда. Так, девчонки, посмотрите. Сегодня принёс брат Бариса почту. И там был пакетик. Я думаю, господи, а что ж такое? Я ничего вроде не заказывала. Все посылки получила. А там оказалось вот что. Это я когда заказывала свои журналы. Вот эти, что я вам показываю, да. Вот. По-моему, Мэри Клер я заказывала. Не знаю, что. И там были как бы промассионы. И вот мне предложили выбрать. Как бы вот был подарок. Был подарок. И мне показалось, что я там заказала такой солнечный бокс. Чтобы с Малисом где-нибудь пообедать вдвоём. А они мне прислали вот этот вот вундербокс. По которому здесь можно выбрать любой уход за собой. Посмотрите. Массажи. Жакузи. Всякие там эти. Всё-всё, что касается. Массаж головы, пожалуйста. Всякие. Мне нужно теперь поискать в моём регионе. Даже в моём городе. Выбрать. Заказать. Когда я хочу сходить. Там накануне чего. И сходить. Вон можно даже в сауну попасть. Ну, конечно, я не... Вот, смотрите. Можно вот ноги почистить рыбками. Я, конечно... Вот масочки, пожалуйста, вам. Надо смотреть мой регион. Чтобы это было где-то рядышком. Чтобы не ехать никуда там, ни в Марсель, никуда. Вот ногти, пожалуйста, можно сделать. Поэтому я разберусь. Покажу вам, что я закажу. Но, слушайте, я ожидала того, что мы вот так вот с мужем куда-нибудь вдвоём съездим. Но они что-то перепутали. Или у них не было в этом запасе. Короче, прислали мне уход за собой. Ну, вот сюда-сто. То есть, я вот здесь вот нахожусь. Значит, начинается со страницы. 194 до 251. Так, 194. Это по всей Франции. Вот. Вот я живу здесь. Вот, посмотрите. Видите, Марсель. То есть, вот оно. 316, 230, 242. Это... Это страницы. Ну вот. А у меня Экс-Сан-Прованс. Вот 312, 310, 316. Ага. Сейчас, подождите. Прямо вместе с вами найдём. А что здесь? Что-то в самом конце. Так. Нет, здесь как-то что-то здесь не то. Послушайте. Короче, я разберусь. Вот. Прованса Альпа Коттедайзер. 224, 225. Не так-то здесь и просто разобраться. Ну, что предлагают? Предлагают ногти. Предлагают, пожалуйста, педикюр. Но... Может быть. Почему бы и нет. Смотря где находится. Это Антибио. Мне нужно, чтобы это было. Вот Каны, пожалуйста. Мне нужен Экс-Сан-Прованс. Вот Марсель. Это тоже Марсель. Это далеко. Не поеду, что я ногти в Марсель сделать. И... Очень много чего в Марселе. Ресницы. Может быть, стрижки какие. Вот Экс-Сан-Прованс. Посмотрите. А вот, пожалуйста. Весть парикмахерская. Вот она. Она ходит на 45 минут. Ну, не знаю я. Хотя можно попробовать. Вот видите. И потом всякие тут массажи. То-то-то. Короче, я посмотрю, что здесь есть. Экс-Сан-Прованс. В Истрах. Ну, короче, небольшой выбор для Экс-Сан-Прованса. Надо смотеть. Вот такие, друзья, дела. Что у тебя с ушами? Мам, Юги. Что у нас с ушами? Покажи. Что у нас уши-то закрутились-то? Ну, что с ушами-то стало? Что? Так, ну что ты уже укладываешься, чтобы тебе гладили? Некогда. Слушайте, такая погода стоит. Посмотрите, обалденная. Я сейчас пойду белье повешу на улице. Представляете? В феврале месяце. Как здорово. Короче, он молчит, как всегда. Он, видите, у меня муж, он немножко отвык от меня и от моей камеры. О, посмотрите, иду вешать белье, а там у нас брат повешал белье. Да ёж-моёж. Ну что? Не можете сделать себе, слушайте, сушилку. Мне теперь некуда повешать. Ну, короче, бу-бу-бу я с утра. Не знаю, что делать. Надо вытащить на улицу, так домой с этот сушуар. Я хочу перемолоть немножечко. Это розмарин такой. Он какой-то другой сорт розмарина. Такой он, как падающий такой, плетистый. Вот я его насушила. Сейчас быстренько перемолю. Потому что он крупноватый такой для того, чтобы его класть в блюдо. И молоть буду очень так, ну, нежно, скажем. Чуть-чуть, смотрите. Всё. Всё, пыль готова. Пойду высыплю на улицу, чтобы не сорить дома. Вот такие зелёные приправочки получились. Кстати, очень сразу запах такой пошёл. Розмариничек. Ммм, вкусняшка. Морис готовит нам обед. Я буду в мультиварке делать рис 4 минуты. Обжаренный немножко на масле оливковом. А здесь у нас креветки. О, креветки. Мелажь до пасовы. Смотрите, мы ещё есть креветки. А вы классе это. Мелажь до пасовы. Гюри. Видите, тут креветочки. А ещё есть там, он уже положил. Короче, такая смесь. Тут есть мидии. Есть кальмарчики. Вот видите, беленькие. Но у него немножко оставалось. Ну, это естественно, что это томаты с нашего огорода. Надо поискать мне семена и посадить штук 5-6 жёлтеньких. Остальные будем красные покупать в бычье сердце. Здесь у меня растёт укропчик. Кстати, надо его полить. Наверное, сухой. И у меня вырос лук. Сейчас покажу. Ай-яй-яй, забыли открыть теплицу. Надо же. Смотрите, у меня растёт лук. Это белый такой зимний. Он высаживается на осень. Маленькие головочки я как-то показывала. Видите, как хорошо нарос. Так что у меня теперь лучок есть. А здесь муж посеял салат зелёный. Вот такой вот салатик. Вот видите. Ну, ещё пока ничего не взошло. Но взойдёт. Мы каждый год сеем здесь. И объедаемся вкуснющим салатом. Так, забыли открыть теплицу. Здесь, наверное, 100 градусов. Жары. Так, что у нас здесь? Представляете? 23 градуса. Обалдеть. Вот, надо мне прийти. Мы сегодня после обеда. Я хотела или пойти с Меги погулять. Но решила, что как погода сегодня очень хорошая, мы будем сегодня сейчас обрезать нашу юку. Я покажу мастер-класс. Лилии мои лежат. Надо пойти за горшочками. Короче, надо потихонечку. И потом, когда жара спадёт, к вечеру я обработаю свои пеларгоши от белокрылки. А этого сейчас у меня уже будет... Смотрите, вот эта вот пеларгония, она в форме розочки, по-моему. Вот, поэтому посмотрите, посмотрите. Так, клубнику тоже надо вытащить, обрезать. Её уже можно и на улицу выносить. Она не боится мороза. Вот здесь вот тоже пеларгошка начинает уже цвести. Ну, короче, девочки, когда есть маленькая тепличка, пусть она уже и старенькая. Сколько? Но моей теплице уже лет 10, наверное. Ну, вот этот вот ванька мокрый, всё цветёт. Я его, конечно, полностью обрежу. Пускай нарастают новые веточки, наращивает. Девчонки, ну вот я третий день дома. Вчера правильно мы уезжали. Здесь вот тоже у меня лучок вот выходит. Ну, мне же его муж тут перекопал. Поэтому, где взойдёт, где не взойдёт. Ну, ладно. Это уже не страшно. Работы хватает. Надо потихонечку мне браться. Потому что, если честно, я не знаю, за что мне браться. Я не успеваю. Очень много всяких. Ещё кино смотрю «Чёрная кровь» про чёрную магию. Верите вы в это? Вот эта вот роза совсем никакая. Даже не знаю, буду ли я сохранять. Потому что я буду заказывать. Может быть, даже в Германии закажу сейчас розы. Мне нужно ещё пойти сходить на сайт. Эти, как же... Ой, забыла, как называется. Танту, по-моему, это питомник у них. Там розы намного дешевле. Заплачу только за доставку. И всё. И вот здесь вот смотится у меня тоже камелия. Вот. Очень красиво. Она такая немножечко махровая. Но такое впечатление, что всё-всё немножечко запаздывает. Здесь вот белая у меня камелия. Но она очень плохо... Она плохо цветёт. И она плачет. И цветок превращается в жёлтый. Не люблю. Но просто, что не умею выбрасывать кусты. Ну, вот видите, вот она. Она пока раскроется. Тут она уже вся заплачется. И будет вся такая жёлтая. Такая, ну, как такой смолой жёлтый. Полита не очень красивая. Зрелище, конечно. Но я её не могу вот выкопать и выбросить. Ну, и вот наша мимоза, девочки. Посмотрите. Вот она, наша красотища-то. Вот она. Пожалуйста. Моё чудо. Жёлтое моё чудо в моём саду. Подарок на мои 50 лет. Это была вот такая веточка. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот. Вот. Вот такая вот веточка. Вот такой вот толщины. Ну, и где-то, наверное, метра-полтора высотой. Всё. Вот выросло вот такое дерево. За 9 лет. Я его первые годы вообще там в пальто своё заворачивала от морозов. Теперь уж, конечно, я ничего уже не заверну. Вон какая звезда. Представляете, красота какая. Это чудо чудесное в моём саду, которое бы хотелось, чтобы у меня оставалось как можно дольше. Чтоб, не дай бог, климат не изменился настолько, чтобы здесь начало морозить. Камерешка. Это мой жасмин. Красавчик мой тоже. Любимый мой. И вот мы думаем, что нам сделать с этой крышей, потому что сгнила вот эта кониса. Как этот бамбук, тростник, не знаю, как его называют. Ну что, надо покупать новый. Я говорю, давай шевелиться, потому что вон у меня уже вот эти вот веточки, видите, они уже завелись вокруг. А этот жасмин, он не подлежит обрезке. Я заметила, как только вот я обрезала свои кусты, они у меня начали загибаться. Поэтому лучше не трогаться. Так, ну здесь, конечно, смотреть ещё пока нечего. И вот эту розу, девочка, видите, это моя Гранд Витт. Она вся полностью одеревенелая. Здесь даже, наверное, я здесь даже почек не вижу новых. Ну вот здесь вот есть одна почечка. Это я, вот она вверху у меня вон там растёт. Я её полностью обрежу сегодня. Ну не сегодня, а завтра. Вот видите, вот на этом вот отросточке есть почки, вот они пойдут новые. Вот этот вот большой точно так же. Обрежу, пускай зарастает заново. Короче, арка будет в этом году пустая. Ну, а что сделаешь? И с этой стороны у меня первый Дорансар. Тоже мне, я его осенью не сделала и, может быть, правильно сделала. Я сейчас посмотрю, что из этих веточек осталось более-менее непобреждённым. Ну, послушайте, такое впечатление, что розы у нас стало совсем фигово в Провансе. Посмотрите, видите, вот эти наросты. Это всё плохо. Смотрите. Ну что, то тепло, то холодно, то холодно, то тепло. И похоже, что она всё очень плохо переживает это всё. Ну, здесь вот у меня есть новые отросточки вот от этой большой ветки. Я эту ветку, наверное, вырежу. Вон, она вся жёлтая, красная, страшная. То есть это ИО, наверное, инфекционный ожог. Короче, буду смотеть, друзья, потому что... Ну, мне это не нравится. Почему? Потому что роза новая. Она всего лишь живёт... А посмотрите, сколько вверху почек. Да фига. Короче, вот это мне надо шевелиться пока, потому что у нас очень ранняя весна. И плетистые розы нужно успеть обрезать так, чтобы они уже начали наращивать новую ботву. Так, это у меня Остинка, единственная моя розочка. Ну, посмотрим, что-то она мне тоже не очень нравится. Да, ну вот она, видите, на новых побегах пускает. А это мой Мишка. Ну, Мишка хорош, остался он хорош. И, кстати, вот видите, веточки у него зелёные, как положено. Я его хорошенько почистила осенью. И он у меня закустится. То есть, конечно, он таким не будет огромным, как в прошлом году. Но через год он будет красавец опять. Так. Ну, а это моя гортензия, которая в этом году будет цвести. Как же девочки говорили, она называется. О-хо-хо, которая такими большими груздями цветёт. Так. Ну, всё. Пошла я готовиться к обеду. Пошла варить рис. Так, это Леонардо да Винчи. Тоже мне не очень по цвету нравится. Какие-то они все покрасневшие. Ой, девчонки, я не знаю, что с розами творится. Никогда у меня раньше такого не было. Варенция старинная, старинная. Уже лет 10 я её очень сильно обрезаю каждый год. Тоже, видите, ветки не очень. Но посмотрите, сколько почек. Ну, не знаю, я не нравится мне это всё. Ладно. Так, пока настаивается мой рис. Давайте я быстренько вам пролистаю журнал. Я получила его буквально вот вчера. Гламур называется. Я его выписала по... Ну, на сайте журналов французских. Смотрите, вот мне здесь пробничек Ля Ви и Беля. Приклеили. Он у меня... У меня были эти духи. Я практически их закончила. Ну, это, знаете, ланкомовские духи. Ну, как... Хорошего, люксусского качества. То есть, не больше, не меньше. Мне подарил их муж на какой-то из праздников. Поэтому я с удовольствием выбросала. Они не очень сильные. И, как говорится, у кого не было, то можете зайти понюхать. Так, здесь быстренько... Так, Шанель, конечно, рулит. Я очень люблю вот этого типа. Вот эти вот курточки, пиджаки такие. У меня даже один есть, где-то похожий. Так, сумки, часы. Очень быстро листают, девочки, тоже вот это вот... Для пятито Роба Нуара очень много началось... У меня даже на канале идет реклама с французской стороны этих духов. Опять же, возвращаемся к Black Opium и в Сан-Луре. Вот это вот такая вот классика, понимаете. Я даже удивляюсь, почему они все время рекламируют эти духи, а не какие-то новшества. И в Duty Free я пробовала, на себя нанесла вот это вот Narcissa Rodriguez. Вы знаете, там их четыре вида, по-моему, или пять. Бутылочки розовые, чуть-чуть матовые, там какие-то беленькие. Но мне понравился именно вот этот вот белый запах, Pure Musc, и неплохой. Но даже на сайтах, парфюмерных сайтах, где можно купить духи со скидкой, они достаточно дорогие, то есть 60-70 евро. Я не хочу сейчас вкладывать такие деньги, хотя сами духи мне понравились. Я хочу вам сказать, про стойкость не знаю. Ну и потом здесь, конечно, я листаю... Вот я впервые с вами открываю. Вот сесле рекомендуют вот эту тушь, я о ней уже слышала, она как бы объемная. Я не очень люблю объемную тушь, я вообще люблю тушь зеленую, либо коричневую, либо вот такую вот темно-бордовую, она мне тоже идет к моим зеленым глазам. Ну и продолжается, пожалуйста, вот Hogan, этот Hogan, как правильно произносится, кроссовки, и опять же тенденция продолжается, то есть легкое платье, легкая юбка с кроссовками, достаточно объемными. Вот, девчонки, вы сами все понимаете, что я достаточно зрелая женщина, поэтому мне не все нравится, то, что прилагается в современной моде, я остаюсь на классической как бы линеечке. Ну, допустим, вот такие вещи в горошек мне нравились всегда, и я думаю, всегда мне будут нравиться. На лето очень хорошо. Пошли джинсы с высокой талией, ура, 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 потому что это низкая талия, она всех уже, по-моему, замучила. Очень... Вот это вообще мое, в этом году тенденция, платья, юбки, майки, какие-то кофты, даже пиджаки идут в цветы, цветы розы, маки. Вот в основном то, что я видела. Мне очень нравятся, у меня даже есть похожие штанишки, вот, и вот эти вот белые кроссовочки, такие типа теннисок, тоже очень-очень даже в моде. Девчонки много здесь предлагают, и посмотрите, видите, бутерброды, они идут все с капустой, там, конечно, какой-то залит соус, вот, ей предлагают мне сайт, надо, не буду зайти, или фудтрип, что они там будут, и, конечно же, предлагают вот это вот филеры, ревитолифт, для лица, вот, посмотрите, все вот эти, вот эти, все кроссовочки, все на низком каблуке, ну, это уж, конечно, сейчас и реклама идет, листаю очень быстро, потому что времени нет, времени нет, ну, вот такие похожие сережки, как мне муж вчера подарил, это тоже вечная классика, никогда не выходит из моря, девочки, вот по поводу вот этих вот кофточек, на пуговичках, я всегда к ним относилась, очень скептически, и тут резко они мне начинают нравиться, их на самом деле, понимаете, вот в этом стиле носить, на молодую кожу, на красивые плечи, очень даже хорошо, на какую-то легкую маечку, топ летом, вечером накинуть, и они такие дорогущие, в брендовых магазинах, хочу вам сказать, видите, вот тоже все вот тонюсенькое такое, видите, практически на купальнике одевается, но мне это стало нравиться, вот же ж, ну что, здесь у нас клетка, конечно же, это звериный принт, как это все, это продолжается в этом году, мода достаточно вычурная, так, здесь предлагают, конечно же, путешествие, естественно, так, здесь что-то с пицей связано, короче, девочки, это есть не нужно, так, что у нас тут такого, здесь идут, у нас рассказывают о ком-то, нифига себе, прям напоминает нашего русского этого, богатого мужчину, вот с такой вот цепью, а это Михаэль Король и Жанна Парк, нифига себе, они сделали фотографию, так, дальше, 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 быстренько, давайте перейдем на большую моду, так, ВОК я получила вот этот журнал, тоже надо будет вам показать, вот это, видите, возвращаются джинсы, именно клешные, свободные вокруг ног, мне не очень нравится, на самом деле, девчонка, я достаточно плотная, в теле, и меня это очень-очень толстит, то есть, под такой цвет джинсов, нужно хорошо худеть, вот, селить эти вот пижаки в клеточку, было бы очень даже неплохо, а я, представляете, вот этот, вот эта вот клетка мелкая, я только что выбросила в прошлом году, я его привезла еще из Белоруссии, у меня он какой-то там был брендовый пиджак, и, короче, он висел-висел годами, он мне надоел, я его выбросила, вот, ну, здесь уже это идет такое, что нам не очень сильно понять, ну, вот эти вот тонкие юбки с большими ботинками, кожанка, косоворотка, или просто кожанка, это все время в тренде, ну, естественно, рваные вот эти вот концы, эти в джинсах, в шортах и так далее, что здесь показывают по боте, Биодерма, Ультрадукс, Горне, кстати, хорошая, без парабенов, косметика, в смысле уходовые средства, можно пробовать, честно сказать, я не очень люблю, так, здесь Кокошанель, Нюкс, короче, так, 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 что у нас здесь, здесь у нас Пуассон, Пуассон, Опиум, ну, это Ля Ви Белля, это Мюглер Анжи, я думаю, если я не ошибаюсь, ну, я же не парфюмерный блогер, я не очень разбираюсь в этом, так, могу, конечно, залепить, ого-го, так, уход для волос, Кристоф Робин, Робин, как вы сказали на французском, это краска для волос, не знаю про нее, надо будет поинтересоваться, море-море, мы только что приехали вчера из моря, пожалуйста, пожалуйста, из моря с моря, вот, ну, красота, конечно, слов нет, все это красиво, ярко, сеточка, так, дальше, ох, какая блузка, куда бы ее одеть, правда же, ну, вот, мне очень нравятся, вот эти вот легкие юбки, вот эти вот майки-сетки, ну, девчонки, к сожалению, я уже пережила этот возраст, нужно угоманиваться, и нужно уже носить то, что, по моему возрасту подходит, чтобы это было не вульгарно, и чтобы это было не страшно, ну, все, гавая-гавая, короче, много блестящего в этом году, вот она наша кошка-рысь, ух ты, какой у нас тут мужчинка лежит, вы посмотрите на него, в огороде, с нарциссами, вот такие вот дела, посмотрите, посмотрите, все, пролистали быстренько, ну, что, наша Мерлин Тужур, всегда, как бы, вот уже такой образ, незабываемый, так, Виоланта Вьянда, Сетамур Томба Дю Камьон, так, это мне нужно посмотреть, что к чему, ничего не получилось, я здесь, вот, и вот этот Вожой Диоровский, не знаю, кто пробовал, как он нравится, девочки, абсолютно нестойкий запах, и, короче, я не впечатлилась, так, а что же я вам здесь хотелось показать вам, подождите, подождите, я же листала, листала, думаю, девчонкам нужно показать, здесь появился новый уход, по-моему, а вот, вот, вот он, вот он, смотрите, от Кларан, вот, и достаточно недорого, начиная с 17 евро, тут, короче, мицеллярная вода для домикияжа, это маска ночная, Рошаржа, и это Рубюст, это подтяжка, вот, я не видела, Рупартира Зеро называется серия, я его не видела, еще как-то нигде в продаже, надо поинтересоваться, что там и как, вот это, вот это такие вот уходовые средства, которые мне всегда интересны, все, всех люблю, целую, на этом сегодняшний маленький журнальчик заканчивается, обзор, так, пошли мы дальше кушать, девочки, хочу вам показать, посмотрите, есть вот такая вот, соль де ташан, сель де ташан, экологика, вот это единственное, это такая была пудра, я его только что высыпала, вот, в этот, в бассейн, как мы говорим, смотрите, у меня вот здесь вот есть пятна, я не знаю, это кучи, что я перепутала свою кофту с Катиной, а может быть, это и моя, вот здесь вот есть пятночки, которые у меня не вывели, если я утром сегодня, не знаю, чем там залито, куда, и куда я там вступила, но я вам сейчас покажу еще что-то, что меня сподвигло, использовать последнюю ложечку этого, этого просто потрясающего средства, сейчас вот она намокнет, моя кофточка, водичку надо погорячее, посмотрите, какое у меня пятно, на моей любимой скатерти, как вам показалось, чтобы было видно, смотрите, и оно похоже, что оно уже старое, поэтому у меня ничего, и это масло бы, всего что-то Марис пролила, лежало у меня в этом, в шкафу, то есть она была выстирана, выстирана эта скатерть, сейчас буду пытаться, выводить это пятно, сейчас я вот прям горячей-горячей воды налью, сейчас вот кофточка моя немножечко там впитает в себя, и я оставлю это на, замочу на несколько, ну пойдем, мы сейчас пойдем в это в сад, ну на 2-3 часа точно замочу, посмотрим, отойдет, не отойдет, если отойдет, буду искать, в интернете надо найти, это тоже маркетинговые дела, нужно найти и заказать еще раз, я привезла ее с такого марши, ну как бы выставка достижений, да, года 4 назад, и вот все пользовала, пользовала, в конце концов уже все, больше у меня нет, это можно чистить все, и заторы в этих, в раковинах, и в туалет бросаешь ложечку, оно за ночь тебе вычищает все там до белизны, все ржавчину убирают, короче, это такая панацея, удаляются запахи, все пятна и так далее, стоит вот эта коробка, стоила 25 евро, по-моему, настолько же и стоит на сайтах в интернете, видите, в юале теле, вот, представляете, это новинка 2010 года, поэтому буду искать, если найду, обязательно буду заказывать. А здесь вот наш брат, что-то чистит. А ружье уси, что-то не твое, что-то селепринье, что-то селепринье, что-то селепринье, что-то селепринье, тут и сестра его приезжала, и она еще не уехала здесь, и ружье даже что-то тут делает, вон, видите, до низа пошла. Тоже что-то они делают тут все. Вот такие вот дела. Я сейчас пойду разводить свои продукты, пойду брызгать теплицу от белой мухи. Рожей вот повешал свое белье. Слушайте, сейчас будет висеть 4 дня, пока дождь не пойдет. Так что сейчас я возьму бутылочку и обработаю от белокрылки свои цветочки. Подрежу сейчас, возьму секатор, подрежу клубничку. Поливать еще не нужно. Вот я сейчас побрыгаю, побрызгаю и земельку. И мне надо, конечно же, высаживать лилии. А я не приготовила гашки, но уже завтра буду с лилиями заниматься. Сегодня уже нет времени. Смотрите, какая красивая мимоза на закате дня. Солнце начинает садиться, она прямо горит. Такое красивое желтое пятно. Ну давай уже, цвети. Так, девчонки, сейчас я пойду в теплицу поливать своих пиларгоши от белокрылки. Смотрите, я одеваю такие вот разовые перчаточки. У меня сегодня вот такое средство, посмотрите, вот здесь написано, видите, вот она, белокрылка. То есть, это как бы от разных видов насекомых. И я сейчас разведу. Здесь 10 миллилитров на литр воды. У меня бутылочка. Девочки, у нас больше эти... Ой, не открыт же. Это пробка, это секрети. У нас больше вот эти вот... Как бы... Как они называются? Средства не продают, потому что Франция против химического воздействия на природу. Ну, вы знаете, это сейчас расплодит всякую дрянь. Вот сейчас вот мы юг чистили. Оттуда такая саранча, вот такая вот, с палец выскочила. Я думала, эта веточка упала. Ничего подобного. Короче, мы ее не успели убить, она ускакала. Ну, что вы думаете? Вот тоже нужно и югу нужно тоже поливать. И все на свете. Короче, сейчас я развожу это средство, все, и пойдем тогда в теплицу. Смотрите, нашла, очистила эту. Клубнику вытащила. И, представляете, в клубнике сидела такая огромная эта улитка, зараза. Ну, клубничка такая, ничего. Я сейчас ее тоже, я ее побрызгаю сейчас от вредителей. Поставлю обратно в теплицу. Она у меня тогда побыстрее зацветет, чем там вон в бочке вообще, пока она возродится. Не растет у меня на улице, девочки, клубника, ни за что, хоть не стреляйся. Вот так вот иногда покупаем в горшках, и там несколько ягодок, короче, клубники мне во Франции не поесть. Вот, ну что, начинаю я брызг, дорогие мои. Послушайте, разрослись пеларгонии настолько. Значит, что делаем? Мне тут не развернуться. Сейчас я вот оберу, понимаете, вот эти все листочки, которые больные, я их соберу, выброшу, я их, конечно, унесу сжигать. Вот, и смотрите, сколько здесь белокрылки этой. Поэтому белокрылку нужно обязательно брызгать с обратной стороны листочка. Вот, поэтому я сейчас пройдусь сегодня. Тут у меня все заросло, посмотрите, какие у меня тут заросли. Мама дорогая! вот здесь вот можно подрезать, вот плохой уже, не возьмите, уже плохой. А вот этот вот горшок большой, вот у меня экспериментированный, это я все их сажала со старыми веточками, вдоль укладывала. Не помню я, конечно, где это видео. Вот, и они почти все взялись. Вот только две веточки маленьких я вот вытащила. Все остальное взялось, послушайте, прекрасно, прекрасно. так что можно такой метод размножения. Королевы, они же очень капризные, поэтому разводить их сами по себе сложно. Здесь я была обрезала все, посмотрите, какой густой куст, такой зеленый, сочный. Сейчас я бегом их обрызгаю, а потом мне нужно прийти на днях и каждый еще пройти, каждый горшочек. Во-первых, мне их нужно подкормить, уже будет к марту месяцу. и все пересмотреть, где-то что-то лишнее опять обрезать, где не пошли. Так, здесь у меня что? Так, ну, послушайте, я думала, будут большие потери, а они молодцы. Вот здесь вообще только одни были сухостое, тоже, это черная у меня пеларгония. Ну, я довольна, а здесь тут листы такие вообще, мама не горюй. Все, девочки, я приступаю. Я приступаю, короче, начинаем брызгать и обязательно, обязательно, девочки, вот так вот, смотрите, вниз, внизу по листочкам, но это просто вот условие такое, обязательное, потому что белокрылка, она клеится на нижнюю сторону листа, нижнюю сторону листа, поэтому то, что мы сверху побрызгаем, это одно, а то, что вот так вот надо будет проходить каждый листочек снизу, это другое, поэтому я вам чисто показываю, а сама сейчас буду помогать второй рукой и проходить все понизу, и это нужно сделать с периодичностью раз, три раза через три дня, вот тогда какой-то будет результат, и обязательно, обязательно брызгаем на землю на саму, потому что вот сейчас я ее обрабатываю, да, она может упасть на землю и оттуда возродиться, вообще, конечно, белокрылка, она неубиваемая, сколько на нее переведено средств, денег, сил и фигового настроения, я вам не могу рассказать, но она вот пропадет, пропадет и опять появляется, не выводится эта дрянь. Курицу она увидела, что дали зерен и улетела как дурная, она там уже пошла спать, типа, а потом думает, что это я буду одна спать, когда все тут едят. Матите, как будто не ели целый день. Вот, Шири, он дикует, ты не паду, не манжи. Кейско селебак, если манжи бьям, комса? Представляете, пшеницу, как клюют. Смотрите на них, на этих куриц. Вот дают. И наша собачка тоже тут что-то ест. Ну вот, друзья мои, закончился день, мы немножко поработали, так что пойду я сейчас покопаюсь на сайтах, посмотрю розы, может быть, какие еще цветочки. Если что-то не найду интересное, покажу вам. Ой, мне кажется, послушайте, сейчас у меня будут одни и те же влоги, каждый день одно и то же. Что показывать, не знаю. Работы много, мы сильно тут уже не раскатаемся. Ну, что-то же будет. Давайте, до скорой встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, что вам интересно, что вам не интересно. Я пошла готовиться к прямому эфиру и покопаюсь еще на сайтах. Сегодня солнца нет, поэтому вот такая вот картиночка. Стрягите свои юки, делайте их, какими вы хотите. Это очень просто, но немножко нужно предостеречься, чтобы не пораниться. Всего доброго. Фантазируйте на своих участках, садах, огородах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова